В связи с ТВ. Узнай новости первым. С 2019 года в селе Подлесово Федор Фролов как раз и организовал эту первую комсомольскую ячейку. Затем ячейка появилась уже в Больших Вишенках. В декабре 1919 года ее организовал Андрей Шухин. В свои комсомольские годы Ирина Алексеевна вспоминает с улыбкой. Рассказывает, как посчастливилось быть участницей 12-го фестиваля молодежи и студентов в Москве. С того времени у нее сохранился только пропуск и удостоверение. Теперь эти семейные реликвии заняли свое место среди экспонатов, посвященных фестивалю. Мероприятие очень интересное и многие друзья, и мы сегодня даже встречаемся с некоторыми, с которыми работали на фестивале. Экспонаты на выставку отдали к ставчане. Выставка разделена на несколько комплексов, каждый из которых рассказывает о том или ином времени комсомольского движения в Кстове. Например, эта горсть пшеницы – настоящая находка для экспозиции, считают музеи. Она сохранилась со времен освоения Целины. Станислав Семенович Марков был направлен по комсомольской путевке в 1956 году работать на Целину. И оттуда он принес пшеницу, собранную с Целинных полей. В начале этого юбилейного года на встрече ветеранов с молодежью Станислав Марков делился своими впечатлениями о том времени. Урожай зерновых тогда на Целине доходил до 70 сантиметров. Вы даже и представить не можете. Если у нас в средней полосе, вот здесь в Кстовском районе, урожай зерновых заходил, ну, 14, 15, 16 сантиметров зерновых пшеницы, то на Целине доходил до 40-70 сантиметров. Вот какое-то ображание. Ну, Целина поднимали комсомол. Комсомольцы поднимали Целину. А Татьяна Александровна Увакина на этой же встрече вспоминала, как в 1979 году ее единственную в Кстове наградили премией ленинского комсомола. Тогда она работала простым оператором на заводе. Знак отличия тоже среди экспонатов. И когда встречал комитет комсомола меня с этой премией, получение премии, мне так было стыдно. Александр Константинович Солов говорит, ну, сейчас идем в кафе и немножечко мы тебя поздравим. А я, говоря, у меня в кошельке-то нет ни рубля. Он говорит, да я знаю, что вы ничего не получите. Две с половиной тысячи рублей невероятные по тем временам деньги Татьяна Александровна передала в детский дом. В день открытия выставки в музей приглашены ветераны комсомольского движения и молодежь. Выставка интересна и сегодняшней молодежи, потому что она раскрывает те направления работы, те направления деятельности, которые проводила молодежь в прошлом. Это история жизни их бабушек, их дедушек. Выставка «Комсомол. Летопись времен» в Кстовском историко-крывеческом музее будет работать до января следующего года. Анна Селезнева, Андрей Ярастов, Связист ТВ.